В Японии все от мала до велика знают, что такое манго. Это комиксы, и они составляют четверть всей печатной продукции страны. Японцы покупают ежегодно более миллиарда экземпляров манго с самой разной тематики. Популярное направление набирает обороты и в России. Свою лепту в это вносит и талантливый преподаватель Исии Тэцуя. В Москве, в японском доме, он учит нас рисовать комиксы. Исии Сан прав, этот процесс приносит радость. Сам процесс превращения человеческого лица из размера 3D в двухмерное – это положительная практика для мозга, и она вызывает только приятные ощущения. Для того, чтобы создать собственного персонажа аниме, необходимо иметь ластик, простой карандаш и белый лист бумаги, и, конечно же, помощь сенсея. Здравствуйте, давайте мы приступим к работе. Исии Тэцуя занимается манго-иллюстрацией пол жизни. Он настоящий мастер. А тем, кто не имеет навыков рисования, отображать эмоции на листе бумаги не так-то просто. Однако у Анны Куприной есть все шансы на успех. Девушка увлекается японским искусством уже 11 лет. В будущем она планирует создавать собственные комиксы, в том числе и в стиле манго. Прообраз современных героев манго-иллюстрации появился в 18 веке. Его автор – японский мастер гравюры Ничоусай. Однако же самая молодая манго зародилась 70 лет назад, после войны. До этого манго тоже существовало, но было другое изображение, другой посыл. А после войны манго переродилась в современное представление. Урок Исии Тэцуя воодушевил учеников. Они не просто научились рисовать комиксы, но и узнали многое об истории искусства манго-иллюстрации. Инна Языхеева, Сергей Новиков, Гордей Аверьянов. Новости Большой Азии.